В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Батареи просят огня. На Тотском полигоне идут учения. В новых декорациях Сызранский драмтеатр открылся после реконструкции. Чтобы старость в радость, самарский омбудсмен проверила, в каких условиях живут постояльцы домов престарелых. Утро добрым не бывает, если оно начинается с визита судебных приставов. Более миллиона рублей за услуги ЖКХ задолжали жители только одного района Самары. А вода по асфальту рекой. Все коммунальные силы города брошены на очистку ливневых коллекторов. На Тотском полигоне начались учения, в которых принимают участие мотострелки Центрального военного округа. В районе практических действий развернуты полевые пункты управления и узлы связи, на которых офицеры и генералы отрабатывают отражение авиационных ударов условного противника. На поражение целей отводится не более четырех минут. Ракетный удар наносят боевые вертолеты, без которых сегодня не проходит ни одно учение мотострелков. Вторым средством в арсенале командиров традиционно остается артиллерия. Самоходные орудия действуют в тех же 3-4 минуты. После залпа мгновенная смена позиции, противоогневой маневр. Итоги командование округа подведет на выездном заседании военного совета ЦВО, которое сегодня состоится в Тотском гарнизоне. Строительство стадиона к Мундиалю в Самаре идет с опережением графика. Фундамент уже установили. Началась сборка основных металлических конструкций. Работы выполнены на 40%. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал на встрече в российском Минспорта. Также по федеральной программе в регионе активно строятся новые спортивные объекты. В 2015-м в губернии возвели три универсальных спорткомплекса. Всего за три последних года построили 9 бассейнов, 19 фоков, 13 полноценных стадионов с искусственным футбольным полем. 157 универсальных спортивных площадок во дворах и пришколах. В Москве самарский губернатор провел несколько рабочих встреч в Минфине и Минэкономразвития. Речь шла о выпуске облигации областного займа в качестве дополнительного источника наполнения бюджета. Напомним, ранее российский министр финансов Антон Силуанов поддержал эту инициативу губернатора Николая Меркушкина, а обещал оказать всю необходимую поддержку. Искусство требует средств. В Сызране после реконструкции возобновил работу драматический театр. 100 миллионов рублей было выделено из областной казны и теперь театр «Красавец» стал настоящим подарком для артистов и жителей города. Материал Ларисы Шалафаст. Добро пожаловать или вход разрешен. В Сызране после капитальной реконструкции открыл свои двери драматический театр имени Алексея Толстого. Памятный ключ актерам от имени главы региона Николая Меркушкина вручил вице-губернатор области Дмитрий Овчинников. У команды губернатора есть основной лозунг, что нам необходимо делать настоящие дела. Что пришло время не просто думать, а демонстрировать людям, что мы живем в непростое время, но тем не менее это позволяет нам сегодня открывать новые производства, строить спортивные комплексы, школы и реконструировать такие замечательные объекты. Здание театра было построено еще в 1962 году и с тех пор ремонта здесь практически не было. С потолка сыпалась штукатурка, лестница и фасад разрушились. Инженерные коммуникации были в аварийном состоянии. Три года назад актеры обратились с просьбой к главе региона и были услышаны. В ноябре 2014 в театре началась масштабная реконструкция стоимостью в 100 миллионов рублей. На средства областного бюджета заменили кровлю, окна и винтажные конструкции, обновили системы отопления и водоснабжения, канализацию, вентиляцию, отремонтировали фасад. В январе с инспекцией в театре побывал губернатор. Николай Меркушкин тогда высказал ряд замечаний. Их все учли. И теперь, вернувшись в родной театр, актеры просто счастливы. У нас от этой красоты открылось второе дыхание. И своим творчеством мы будем радовать своих милых зрителей и всех гостей. С тех пор, как театр был закрыт на реконструкцию, труппа продолжала работу на других площадках города. И теперь актеры и зрители Сызранского театра с нетерпением ждут премьер на обновленной и родной сцене. Лариса Шлафаст, Марианна Мирная, События. Ректор СГАУ Евгений Шахматов вернулся в Самару после успешного выступления на сессии ООН. Еще два сотрудника вуза остаются в Вене и продолжают налаживать партнерские отношения. Со СГАУ уже сотрудничает более 50 стран в сфере подготовки специалистов. По словам Евгения Шахматова, этот список может расшириться. Презентации Аэрокосмического университета заинтересовались во многих странах. О том, что больше всего заинтересовало зарубежных коллег, и когда Самара будет принимать симпозиум ООН, ректор СГАУ рассказал Валерии Макаровой. Путешествие из Самары в ООН задумали в СГАУ еще в декабре. Идея увенчалась успехом, да еще каким. Доклад ректора Евгения Шахматова включили в повестку дня сессии подкомитета по вопросам космического пространства. 24 февраля самарцы сели в кресло представителей Российской Федерации в зале ООН. Для меня это тоже было совершенно таким неожиданным все это увидеть. Но правда иногда мы по новостям видим, как в ООН там сидят за полукруглыми этими столами, обсуждают. Ну а тут участвовать вообще это интересно вообще. Презентация СГАУ сделала Самару и сам ВУЗ, известным на мировом уровне. Особенно зарубежные коллеги заинтересовались студенческими мини-микро- и наноспутниками. Когда я им говорил о том, что мы не только учим, но мы и делаем, и вот космический аппарат. Для всех это было тоже как открытие, как университет участвует в таких разработках. Новые партнеры у СГАУ появились по нескольким ключевым направлениям. Это, например, подготовка специалистов космической области или университетская станция приема и обработки космической информации. Во многих странах и не представляли, что такое оборудование может быть на базе ВУЗа. Также СГАУ пригласил молодежь развивающихся стран на Международную космическую летнюю школу, что каждый год проходит в Самаре. Представители МИДа говорят, что это первый университет, который приехал к нам сюда в ООН с такой презентацией, с такой позицией. И она очень хорошо повлияла не только в отношении налаживания наших связей университетских, но и в целом по отношению к России даже и к региону нашему. Уже есть договоренность провести в Самаре в 2017 году симпозиум под эгидой ООН. Кроме того, МИД России предложил СГАУ открыть новые специальности. Так, нигде в стране не готовят юристов в области космической деятельности, хотя такие специалисты сейчас нужны. Предложение сегодня обсудили на ученом совете университета. Ответ положительный. Валерия Макаров, Станислав Левин. События. Музыкант, депутат, общественник и пенсионер. Четверо человек уже подали документы для участия в предварительном голосовании, организованном рекотделением партии «Единая Россия». Оно пройдет в преддверии выборов в Государственную и Губернскую думы. Сегодня кандидатуры претендентов Сергея Войтенко, Виктора Казакова, Сергея Черкова и Владимира Сибири утвердили. Принимать документы у желающих стать народными избранниками начали 15 февраля и закончат 10 апреля. Предварительное голосование пройдет 22 мая. В этот день выборы состоятся во всех регионах страны. В Самарской области будут работать 355 избирательных участков. Сначала планировалось открыть меньше, но прежнего количества было недостаточно, чтобы охватить всю губернию. Пункты голосования будут работать во всех населенных пунктах. Задача – создать такие условия, чтобы каждый житель региона смог сделать свой выбор. Рождественник никак не сможет проголосовать в другом месте Волжского района, а не предоставит людям возможность. Поэтому нарушим тот порядок, который сами установили. Партия установила равенство всех в данном случае, право прийти на участок. Мы пытаемся создать максимальные условия комфорта. А теперь коротко о других темах дня. В Новокубышевске произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщает МЧС России по Самарской области, на внутреннем газопроводе произошел выход газа с последующим загоранием. Возникло факельное горение на высоте 6 метров. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет. Для устранения пожара был задействован 51 человек и 13 единиц техники. Строящийся в Самаре стадион «Самара-Арена» получит систему отопления за 130 миллионов рублей. Деньги готовы выделить Федеральное министерство спорта. Оснащать стадион для проведения игр Чемпионата мира 2018 года возьмутся те, кто выиграет конкурс. Условия изложены на сайте госзакупок. Финансирование будет разделено. В 2016 году оно составит 84,5 миллиона рублей. В 2017 году – 45,5 миллионов. Из единого государственного экзамена убрали тестовую часть. Это касается истории, общества знания, химии и географии. Тесты заменят заданиями, которые предполагают самостоятельный ответ на вопрос, а не выбор одного из предложенных вариантов. В 2016 году ЕГЭ будут сдавать 13,5 тысяч выпускников, а также выпускники школ прошлых лет и студенты колледжа и техникумов. В Самаре поселился настоящий кенгуру. В один из контактных зоопарков города привезли гостя из Австралии на постоянное место жительства. Теперь не нужно ехать за тысячи километров, чтобы познакомиться с этим представителем сумчатых. Желающие могут погладить и покормить животное и сфотографироваться. По весеннему теплый февраль сдвинул график работы коммунальных служб города. Ливневую канализацию в этом году начали чистить значительно раньше обычного. Работа двух муниципальных предприятий, ответственных за эту работу, четко скоординирована, чтобы повысить результат. За работой по-новому наблюдал Андрей Трой. Коварный февраль с перепадами температур вынудил коммунальные службы начать пролив дождеприемников раньше обычного. Обычно работы стартуют в марте. Это необходимо, чтобы улицы не затопило талыми водами. Ливневую канализацию промывают кипятком, чтобы пробить ледяные пробки, образовавшиеся за зиму. В сложность стоят припаркованные автомобили, не все получается разом открыть ливневочки. Потом приходится второй раз проходить и открывать повторно. У нас график есть в течение двух недель, мы должны очистить все ливневки. Рабочие перемещаются от одной решетки к другой. Это сотрудники сразу двух муниципальных предприятий. Благоустройство и инженерные системы. Работают в связке и по строго согласованному плану. Совместно с МБ благоустройство разработан и утвержден по адресной график адресов, где мы совместно проводим работу по очистке льда и снежных накоплений с приладковой части, с дождеприемных решетков, с последующим проливом горячей водой. В городе уже промыли более половины всех дождеприемников, отремонтировали полторы тысячи колодцев, более двух тысяч очистили. Приведены в порядок и сливы в реку Самару. По плану, все ливневки города должны быть полностью готовы еще до начала активного таяния снега, что поможет избежать скопления воды на основных и самых оживленных магистралях Самары. Андрей Трой, Станислав Левин. События. Более одного миллиона рублей за горячую воду и теплоснабжение задолжали жители промышленного района Самары своей управляющей компанией. Сумма долга каждого внеплательщика превышает 11 тысяч рублей. Ранним утром в гости к должникам в переулок Гвардейский отправились представители управляющей компании и судебные приставы. В переулок Гвардейский в промышленном районе Самары здесь проживают более двух десятков должников. Чтобы до них достучаться, будить, как правило, приходится соседей. Сами неплательщики дверь открывают редко. Повязочку я вам вручаю, передаете ее данным гражданам и говорите им, чтобы они явились, иначе будут приняты меры принудительного характера. Собираются должники платить или нет, выяснить так и не удалось. Но, судя по их поведению, финансовое бремя не сделало их менее легкомысленными. По данным управляющей компании, на ее обслуживание в промышленном районе почти 200 жилых домов. За услуги ЖКХ они платят почти 100 человек. Несмотря на маленький процент от общего числа, долг составил более миллиона рублей. Хотелось бы решить до судебного спора этот вопрос. Но, к сожалению, мы были вынуждены обратиться в суд с заявлением о взыскании за должность данных граждан. Пока судебные приставы лишь оставили должникам повестки. В назначенное время им придется явиться в отдел для беседы. Если и это не подействует, последуют крайние меры. В отношении данных должников, конечно, будут установлены меры принудительного взыскания за должность. То есть будем ограничивать право выезда за пределы Российской Федерации. И если у нас не будет платежных документов, подтверждающих оплату, то, к сожалению, мы будем вынуждены начать отрять имущество. Вырученные с продажи имущества деньги пойдут в счет погашения долга. Но стоит ли тянуть? Тем, у кого возникли временные финансовые трудности, в управляющей компании советуют не отсиживаться дома, а идти на переговоры. Возможно, им пойдут навстречу и предложат оплатить за должность в рассрочку. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Если нефть растет, значит доллар падает. Это такая народная примета последних нескольких месяцев. Сегодня баррель сорта Brent поднялся до отметки 35 долларов 96 центов. И есть шансы, что нефть закрепится выше 36 долларов. И как следовало ожидать, вечно зеленый провалился. На 27 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 75 рублей 9 копеек. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Золото стоит 3034 рубля за грамм. Серебро стоит 37 рублей 63 копейки за грамм. Фрилансерам могут предложить отдельный вариант формирования пенсии. А россияне готовы покупать жилье в ипотеку, несмотря на кризис. На сегодня это все. Хороших выходных. Каждый четвертый житель Самарской области – пенсионер. Население губернии стареет. Задача государства – обеспечить пожилым гражданам достойную жизнь. Об этом говорили и президент страны Владимир Путин, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своих посланиях. В каких условиях живут постояльцы пансионатов и интернатов для ветеранов, проверил Институт уполномоченного по правам человека в Самарской области. Результаты проверки обсудили на общественном совете. Ольга Морозова расскажет подробнее. Население Самарской области стареет. Сейчас в губернии более 800 тысяч людей преклонного возраста. Более 5000 пенсионеров по семейным обстоятельствам вынуждены жить в пансионатах. В регионе работает 25 таких учреждений. Еще 14 интернатов для людей с психическими заболеваниями. В последнюю очередь. Посетив больше десятка таких социальных домов, уполномоченный по правам человека делает вывод. У постояльцев практически нет личного пространства. На одного пенсионера в пансионате в лучшем случае приходится 8 квадратных метров. В одной комнате живет по 4 человека. И хотя там обеспечивают хороший уход, достойный старостью это не назовешь. Омбудсмен предлагает взять на вооружение столичный опыт и развивать государственно-частное партнерство. Вместе с бизнесом строить пансионаты повышенной комфортности. Законодатель предлагает сегодня оказывать платные услуги тем пожилым людям, которые хотят, например, жить в комфортных условиях, лучше питаться. В городе Москве она существует 15 лет. Ты имеешь квартиру, ты отдаешь ее в муниципалитет. Муниципалитет половину средств тратит на твое обслуживание, но тебя помещает в специализированный дом со всеми удобствами. Сейчас даже если пожилой человек хочет заплатить за комфорт и жить отдельно, площади пансионатов не позволяют это сделать. Многие здания требуют ремонта, пожарная безопасность тоже не на высоте. Содержание таких социальных учреждений ежегодно обходится областному бюджету более чем в миллиард рублей. Задача, чтобы люди не просто доживали, а это было активное долголетие. Впервые с советских времен в Хуростянском районе в этом году планируют открыть новый пансионат для ветеранов. Фундамент заложили еще 13 лет назад, но только сейчас губернатор Самарской области Николай Меркушкин выделил средства, которые позволили достроить пансионат. Пока постояльцы ютятся в приспособленном помещении в деревянной постройке. Вернулся с победой. Восьмилетний Арсений Собольков из Новокуйбышевска прошел в проекте «Голос» так называемое «слепое прослушивание». Это когда судьи не видят, кто поет, и ориентируются только на вокальные данные. В итоге Арсения выбрала Пелагея. К участию в проекте мальчик и его педагог Ирина Якушева готовились несколько лет. В прошлом многочисленные победы в международных конкурсах. На будущее – амбициозные планы. Эмоции мальчика и его учителя выслушала Виктория Шарая. В победе своего воспитанника педагог Ирина Якушева не сомневалась. На проект «Голос» Арсений мечтал попасть к Леониду Агутину, но и то, что его выбрала Пелагея, стало приятным сюрпризом, который, впрочем, взволнованный учителя Арсения пропустила. Когда мы стояли в комнате ожидания, в комнате поддержки, у меня на тот момент было одно желание – чтобы он спел хорошо. То есть других мыслей у меня на тот момент не возникло. И, конечно, когда повернулась Пелагея, то есть конкретно этот момент я пропустила. Потому что я очень внимательно следила за ребенком. Я только услышала уже практически аплодисменты, фанфары. Тогда я только среагировала. А до этого выбора было много других, незаметных для телезрителей, но оттого не менее волнительных. Заявки на участие в проекте прислали около 10 тысяч ребят. 600 из них пригласили в Москву на прослушивание. Ребята пели акапельно перед большим жюри, в котором сплошь профессора. И только потом случилось слепое прослушивание, которое свело Арсения с Пелагеей. Она, во-первых, добрая очень, красивая. Она очень веселая, с ней никогда не бывает скучно. И она хорошая. Впереди у Сени много работы и много отборочных туров. Сейчас он готовит сложную песню, которую ему дала Пелагея на английском языке. Нацелен на победу, но на вокале свет клином для мальчика не сошелся. Говорит, уже наметил на будущее запасной вариант. Если у меня не получится стать певцом, то я стану криминалистом. Мне нравится отпечатки смотреть и искать преступника. В финале проекта должны остаться 45 ребят. Их ждут годовые гастроли по России с наставниками. А самых работоспособных – сотрудничество с продюсерами. Виктория Шара и Константин Головин. События. Как Петр Ильич Чайковский по Самаре гулял и кто провозгласил на весь мир о победе в Великой Отечественной войне. Полифония смыслов Самарской филармонии. На экскурсию «Музыкальное прошлое» Самарской губернии приглашает музыковед Людмила Беляева. Уникальные страницы истории филармонии вместе с автором книги «Листала» Ольга Морозова. В полифонии это переводится как «многозвучие поле много, фон звуков». А главные герои этой книги – это люди, которые отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны за то, чтобы филармония процветала, за то, чтобы здесь собиралась нарядная публика, чтобы было всем счастье. Мода на концерты в Самарской губернии берет свое начало в 19 веке. В книге детально описан первый визит Петра Ильича Чайковского. В Самаре местными силами поставили его оперу «Евгений Онегин». Композитор остался доволен. Куйбышевская филармония начиналась с бесплатных музыкальных классов начала 20-х годов прошлого века и концертов в кинотеатрах. «Территория счастья» – так называется «Морскую филармонию» автор книги «Полифонии смыслов» Людмила Беляева. Атмосфера праздника заставляет зрителей возвращаться сюда вновь и вновь. Музыка исцеляет и толкает на подвиг. Куйбышевская филармония была создана в 1940 году, а в 1941-м многие музыканты в составе фронтовых бригад отправились на передовую поднимать боевой дух солдат. Многие дошли до Сталинграда. Известный факт 9 мая 1945 года. Солистка Куйбышевская филармония Вера Зинкевич исполнила у стен Рейхстага песню «Ах, Самара, городок». Таких уникальных исторических фактов в книге почти на каждой странице. Людмила Беляева 30 лет работает музыкальным редактором Самарской филармонии. Рассказывает, сначала хотела написать очерк 75-летию, но материал оказался на целую книгу. На презентации фолианта музыковед заметно волнуется. Не просто писать о своих коллегах, ярких творческих личностях. Людмила Беляева, я помню ее с 91-го года, с те первые мгновения, когда я только пришел в Самарскую филармонию. Все происходило на ее глазах. Так что я думаю, что эта книга написана правдиво, написана сердцем, написана с большой любовью к Самаре, к самарским музыкантам и к самарской филармонии. Книгу «Полифония смыслов» планируют передать в библиотеке музыкальных училищ и школ. Пока она издана тиражом тысячи экземпляров. В планах автора продолжить исследование музыкальной истории Самарской губернии, которая постоянно развивается. Ольга Морозова, Станислав Левин, События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Соперник на ринге, в первую очередь, учитель и помощник, говорит 12-летний Петр Концевик. Он уже полжизни занимается кикбоксингом. Рассказывает, в этот вид спорта пошел, потому что секция находится рядом с домом. В итоге так втянулся, что теперь соревнования и тренировки стали для него образом жизни. Ни один бой не бывает легким. Всегда надо выкладываться на 100%. Мне нравится выступать на соревнованиях, когда-то побеждать, когда-то понимать, что ты в чем-то ошибаешься. Не доработал где-то, и над этим работаешь. Рукопашный бой, джиу-джитсу, тэквондо и даже умение обращаться с шашкой. На крупнейшем в Поволжье фестиваль единоборств – все, чем славится самарский спорт. На соревнования со всех уголков страны собрались около тысячи ребят в возрасте от 8 лет. Среди участников разыграли более 600 медалей разного достоинства. В каждой федерации достаточно количество участников. В каждом виде спорта сейчас, в каждом соревновании участвуют не менее 200 спортсменов. Достаточно хорошая, большая подготовка. Участвует очень много призеров, победителей первенства России, призеры первенства Европы, призеры первенства мира. Для многих участников эти соревнования стали судьбоносными, а лучшие в своем виде спорта отправятся на первенство России. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. До встречи.